Беседа на утренней прогулке с Его Божественной Милостью, Ачабхак Тивиданта Свами Прабхупады, 23 марта 1968 года в Сан-Франциско. Прежде всего, существуют различные точки зрения в том, что касается Чандры, планеты Луна. У различных ученых различные точки зрения не существует какого-то одного стандарта, стандартного понимания. Они не соглашаются друг с другом. Один говорит одно, другой говорит другое. Измышление. Вот и все. Но то, что там очень низкая температура, об этом есть упоминание в Бхагаватам. Вы не можете жить в воде. Вы должны обрести определенные качества для этого. Видите, тело этих уток предназначено специально для того, чтобы жить в воде. Точно так же вы должны обрести определенные качества. Например, в духовном небе можно жить только в духовном теле. В материальном теле там жить невозможно. Материальные тела туда не допускаются. Урдвам, Гачханти, Сатва, Сатха, Матхи, Сатханти, Раджаса. Те, кто слишком страстны, должны жить на этой планете. Таково положение этой планетной системы. Существует много других планет, подобных этой. Таким живым существам позволяется жить здесь. Это очень страстные живые существа. И от Хогачханти Тамаса есть также другие планеты. Тёмные планеты. Под этой планетой Земля. Животные также находятся во тьме. Хотя они могут жить в этом парке, они не знают, где они находятся. Они в темноте. Их знание не развито. Таков результат гуны невежества. А те, кто сознают Кришну, не находятся ни во тьме, ни в страсти, ни в благости. Они трансцендентны. Таким образом, если человек очень хорошо развивает своё сознание Кришны, он сразу же поднимается на Кришналуку. Вот то, что необходимо. Вы все повторяете 16 кругов? Нет. Сначала я повторял 16 кругов, но потом у меня перестало получаться. Что, это очень сложно? Малати. Нет, просто мы ещё не знаем, как хорошо регулировать наше время. В какие-то дни мы читаем 16 кругов. На следующий день. Я не знаю, что происходит. Мне кажется, что мы спим слишком много. По крайней мере, я сплю слишком много. А сколько часов ты спишь? 6-8. Это не так много. На 16 кругов требуется всего лишь 2 часа. Сколько у тебя? 2 часа уходит или больше? Да, 2 часа хватает закончить все круги. Вы должны уделять 2 часа из 24-х для Кришны. Если кто-то спит 8 часов, это плохо? Сон, еда. Это материальная болезнь. Сон, еда, совокупление. Нужно уменьшить все это, насколько это возможно. Но если человек все равно чувствует себя усталым, ты можешь выспаться, ты можешь спать до тех пор, пока ты не будешь чувствовать себя отдохнувшей. Для кого-то достаточно 4 часа, чтобы отдохнуть. Для кого-то 10 часов. мы не должны спать вместо нашего преданного служения в это время. Конечно же, нет. Сначала преданное служение. Чтобы закончить наше преданное служение, мы даже должны откладывать наш сон. Настоящая регулируемая жизнь это когда мы даже отказываемся от сна, если наши 16 кругов еще не закончены. Мы должны отнять это время от своего сна. самое главное то, что мы всегда должны быть очень внимательными. Мы взяли на себя очень ответственную задачу. Мы приняли сознание Кришны. И мы должны быть очень аккуратными в исполнении своих обязанностей. Предный должен очень внимательно следить. Он должен всегда задавать себе вопрос «Правильно ли я использовал эту минуту или потратил это время впустую?» «Авьярдхакалатвам» Это означает «Я не хочу тратить свое время впустую. Предный должен быть настолько внимательным постоянно спрашивать себя «Трачу ли я в пустую свое время или нет?» «Потерянное впустую считается то время, которое мы отводим на удовлетворение наших телесных потребностей. Как правило, условленные души просто тратят свое время. Только то время, которое мы занимаемся в сознании Кришны, можно считать правильно используемым. Мы должны быть очень внимательны. Тратиться наше время впустую или используется по назначению. Иногда мы спим меньше, и таким образом мы можем делать больше для Кришны, но в то же самое время потом мы чувствуем усталость. как отрегулировать это? Да, все зависит от практики. Абьяса йога югтына чита сананья гамена. Абьяса йога означает практика йоги. Нужно практиковать это. и отодвижение сознания Кришны. Что мы делаем здесь? Мы практикуем, мы пытаемся перенести свое сознание из одной области в другую, изменить его. И для этого требуется практика. Например, кто-то может пробежать за один раз несколько миль. Я не могу пробежать даже одну милю. Но этот человек практиковал, тренировался. Мы можем видеть эти молодые люди постоянно бегают. Они тренируются. И благодаря этим тренировкам сердце их укрепляется. Но если я побегу, мое сердце начнет очень сильно биться. Потому что я не тренировался. с помощью практики, тренировок можно достичь всего. Решимость. Эта решимость усиливается благодаря целебату, безбрачию. для того, чтобы сохранять решимость в себе, рекомендуется брамачария. Если брамачария решает что-то, он обязательно выполняет это. сексуальность у него есть эта сила ума. Те, кто слишком привязаны к сексуальной жизни, не могут быть решительными. Они не могут быть собранными. Их ум постоянно блуждают где-то, они постоянно меняют решения. современные люди даже не могут сидеть на одном месте продолжительное время. Поэтому так много путешествующих людей. Сейчас этот бизнес путешествий очень процветает. Потому что все хотят путешествовать. Они не могут сосредоточиться на чем-то одном. И рекомендуются различные процессы. Они, конечно, очень ценные. Но в наш век невозможно следовать всем этим процессам. Потому что все ухудшается. Все деградирует. Наш метод молиться Кришне о том, чтобы Он дал нам необходимую нам силу. Вот и все. Но в этот век очень сложно добиться этой цели с помощью какой-то регулирующей практики. Это неблагоприятное время. Прежде всего наша память очень коротка. Мы не в состоянии помнить что-то. жизнь очень коротка. Жизнь коротка и также мы испытываем такие беспокойства из-за болезней и стихийных бедствий. Рога шокадьи пхи. Мы живем очень короткую жизнь. обеспокоены болезнями и скорбью. Каждую секунду происходит что-то о чем мы вынуждены скорбеть. Рога шокадьи пхи. И болезни. Это тело является очень плодотворной почвой для самых разных болезней. Жизнь коротка и более того, так много беспокойств. Как же мы можем практиковать что-то? Поэтому одна практика успевания Харе Кришна и слушания вот эта одна практика очень хорошо подходит для нас. И также молитва Кришне «Пожалуйста дай мне силы». Харе «О энергия Кришны». «О Кришна я падший у меня нет никаких сил пожалуйста прими меня». Вот и все. У меня нет никаких качеств. «О очень неустойчив и слабый. Я пытаюсь сделать что-то, но у меня ничего не получается. Нужно говорить обо всем этом Господу. И Кришна всемогущий, Он может сделать все, что угодно. Даже если у нас что-то не получается, хотя мы прилагаем все усилия, Кришна поможет нам. Например, ребенок делает все, что в его силах, когда он пытается ходить, но он все равно падает. Мать берет его и говорит «Ну хорошо, давай, попробуй еще раз, иди». Свами Джим, если человек делает что-то помимо воспевания, например, он ходит в школу и уделяет внимание тому, что происходит там, если он делает это для того, чтобы воспространять сознание Кришны, можно ли это считать таким же хорошим, как воспевание? Воспевание хорошо в любом месте, повсюду. Да, я понимаю, но невозможно же воспевать целый день. Если для вас неудобно воспевать громко, можете повторять очень тихо, громко или тихо, вы можете даже повторять в уме. Это очень простая практика. иногда в школе ум сосредоточивается на их проблемах, на школьных проблемах. Не то, что иногда, практически всегда мы испытываем беспокойство. с вами Джей. А Кэти сможет стать преданной? Кэти сможет стать преданной? Я не понимаю. Получите инициацию, Кэти. Получите инициацию. Помните, это девушка с ребенком. если она может следовать всему, то у меня нет никаких возражений. она хотела бы. Ты очень добра к ней. Вашнав очень добрый человек. Тяжелый магнитофон? Нет, не очень тяжелый. Если бы у меня была хорошая память, мне не нужен был бы этот магнитофон. что несешь свою память в руке, да? Память ухудшается, поэтому природа помогает людям создавать множество таких устройств. Люди создают все эти устройства, потому что они уже не в состоянии хорошо помнить. Это признак века Кали, то, что появляется все больше устройств, чтобы помогать людям. Да? Да. В наши дни судьи тоже пользуются магнитофонами. судьи также не в состоянии уже помнить, о чем спорили две стороны. Они берут магнитофон и после того, как они прослушивают, они выносят переговор. эти споры продолжаются два-три дня. Сколько человек может запомнить? Ведь когда он вносит переговор, он должен принять во внимание все аргументы двух сторон и потом выносить переговор. И магнитофон помогает ему. Но если кто-нибудь дал бы ему большую долларовую банкноту, судья сразу же вспомнил бы все, что нужно. Да, это означает, что уже нет правдивости в людях. Правдивость уменьшилась в людях. Поскольку правдивости стала меньше, вы можете подкупить любого человека, и он может для вас солгать все, что угодно. Мы находимся в очень опасном положении, очень неблагоприятном положении. Поэтому самое лучшее молиться Кришне, пожалуйста, забери меня отсюда поскорее и позволь мне вернуться к тебе. Ведь если вы должны вернуться сюда еще раз в следующей жизни, невозможно сказать, через какие страдания вы пройдете, потому что Кальюга прогрессирует, и все становится все хуже и хуже. Ни в семейной жизни нет счастья, ни в социальной жизни нет счастья, ни в политической жизни нет ничего хорошего. Также человек не может толком себя заработать на жизнь, нет никакого счастья в жизни, все настолько усложнилось и так много препятствий, жизнь полна препятствий. Один из моих друзей сказал мне, если ты хочешь рассказать нам все, почему бы тебе не создать такое устройство, которое повторяло бы за тебя Харе Кришна. Техника не была создана для того, чтобы повторять Харе Кришна, но мы используем технику для того, чтобы создатели этих устройств могли получить благо, потому что мы используем энергию каждого для Кришны, и Он создал это устройство своей энергии. Мы же занимаем это устройство в служении Кришне, чтобы Он получил благо, очистился. Мы оказываем Ему милость. Например, если мы срываем цветок с растения и предлагаем его Кришне, это послужит благом растению, потому что энергия растения задействована в служении Кришне. Точно так же, когда мы используем эти устройства в сознании Кришны, человек, который придумал и создал эти устройства, получает благо. То есть, косвенным образом мы предоставляем ему эту возможность, хотя Он еще не знает об этом. Но его энергия используется для Кришны. Мы даем людям прасад, и это тот же самый принцип. Человек ничего не знает о Кришне, но ему хочется есть. И благодаря тому, что он ест прасад, он постепенно становится сознающим Кришну. И наше дело всем забывчивым душам давать возможность быть задействованными в сознании Кришны сегодня или завтра. Эти юноши и девушки, которые пришли в это общество сознательно или не сознательно в прошлом, вот таким образом накопили какие-то качества, которые связаны с сознанием Кришны, какую-то квалификацию сознания Кришны и поэтому они приняли эту возможность. А с собаками мы дружбу не водим. Эта собака берет человека на прогулку. Мы дружим с преданными. А где твоя собака? А, убежала. Убежала? Какие-то замечательные люди забрали его. Люди, которые поклоняются собакам. Твоя собака поняла. Мой хозяин стал преданным, поэтому здесь мне делать нечего. Эти люди, которые забрали собаку, считают ее личностью. Они относятся к ней как личность. Но эта собака и есть личность. Собака это личность? Почему ты думаешь, что она что-то безличное? Да, но я имею в виду, они относятся к ней как к человеку. Они поклоняются ей. Да, но в чем разница между человеком и собакой? Никакой разницы. Что касается еды, сна, совокупления, обороны, в этом собака и человек равны. Человеком живое существо становится тогда, когда оно сознает Кришну. В противном случае, это животное, оно такое же, как собака. То есть, если вы не принимаете сознание Кришны, вы собака? Да, вы такой же, как собака, потому что вы не понимаете ничего другого, кроме этих четырех принципов, то есть, еда, сон, совокупление и оборона. Все это есть у животных. Видите, эти лебеди наслаждаются сексом. с чем же разница между человеком и лебедем? Человек делает то же самое. Пока человек не поднимется над этими четырьмя принципами животных потребностей, он такой же, как животное. Если человек удовлетворяет свои животные потребности рафинированным образом, это еще не цивилизация. Человек должен подняться над животными потребностями. Вот это и есть цивилизация. Ты читала это стихотворение Александр и Ивор? Мало тебе, мне кажется, что нет. Как оно называется? Александр и Ивор? Ты слышал это имя? Александр Великий. Да. Он покорил почти весь мир. И в Индии он также был. Однажды он встретил вора. Он арестовал его. Александр был царем. Вор спросил его, почему ты арестовал меня? Потому что ты вор. Но ты тоже вор. Ты большой вор. вор. Александр стал указывать ему, но ты сделал вот это и вот это. А тут ему в ответ, да, я сделал вот это, я ворвался в частный дом, а ты ворвался в частное государство, поэтому ты большой вор. И Александр вынужден был освободить его, он согласился, да. В чем разница между этим вором и мной? И с этого дня Александр прекратил свои завоевательные походы.